Здравствуйте! Вы на канале Веки Рецепт и сегодня я покажу, как я готовлю хрустящие баклажаны. Это простой и очень вкусный салат, но есть один нюанс, о котором молчат блогеры, дающие его рецепт. Баклажаны хрустят только сразу после сковороды, а в салате моментально становятся мягкими и перестают соответствовать своему названию. Я расскажу, что делать, чтобы сохранить хруст баклажанов максимально долго. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Баклажаны для салата очищаю от кожицы. Вес баклажанов 250 граммов. Разрезаю вдоль на две половинки, затем поперек на полукружье толщиной 1 сантиметр. Кладу нарезанные баклажаны в чашку, добавляю 2 чайные ложки крахмала и перемешиваю, чтобы все кусочки покрылись крахмалом. У меня он здесь кукурузный, но подойдет и картофельный. В сковороду наливаю растительное масло так, чтобы его глубина составляла не менее 1 сантиметра. Очень хорошо нагреваю. Нагрев проверяю деревянной шпажкой. Окунаю и если она начинает жариться, масло нагрелось. Обжариваю баклажаны порциями, чтобы они не остужали масло и быстро зажаривались до хрустящей корочки. Солить перед жаркой нельзя. Баклажаны начнут выделять влагу, ну и она здесь совсем не нужна. Вынимаю шумовкой на бумажное полотенце. Половинку красной луковицы нарезаю тонкими четверть кольцами. Небольшой пучок зеленого лука нарезаю колечками. Помидоры нарезаю кусочками среднего размера. У меня здесь 200 граммов помидоров. Делаю заправку. В чашку наливаю растительное масло. У меня здесь смесь подсолнечного, оливкового и нерафинированного кунжутного. Насыпаю пол чайной ложки соли, третью часть чайной ложки сахара. Добавляю острый красный перец по вкусу. Наливаю одну чайную ложку рисового уксуса. Он трехпроцентный. Затем одну столовую ложку соевого соуса. Пропускаю через пресс зубчик чеснока и кладу одну чайную ложку томатного кетчупа. Перемешиваю и заправка готова. В миску кладу помидоры, оба вида лука. Немного зеленого оставляю на потом. Насыпаю жареный арахис. Его всего 2 столовые ложки. Немного тоже оставляю. И заправку. Пару ложек пока тоже оставляю. Перемешиваю салат. Баклажаны сейчас в него класть категорически нельзя. Можно сразу попрощаться с хрустом. Причем жарить заранее тоже нельзя. Добавлять их нужно как можно позже, перед самой подачей на стол. Выкладываю помидоры на сервировочную тарелку. И вот уже только тогда кладу сверху баклажаны. Так как я их до сих пор не солила, немного присаливаю. Чуть-чуть поливаю оставленной заправкой. Посыпаю оставленным арахисом и зеленым луком. И сразу бегом на стол. Только таким образом баклажаны будут хрустящими еще какое-то время на столе. Салат очень вкусный. Готовится быстро. Уходит на ура. Но все же я не рекомендую подавать его на праздничный стол. Все по той же причине. Баклажаны быстро теряют хруст. Но зато настоятельно рекомендую готовить к шашлыкам. Например, на даче. В условиях отсутствия большого количества закусок разлетится в один ослепительный миг. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на Ютуб, на Рутуб и в Телеграм. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!